Я всё ещё здесь, и готов рассказать вам о самых интересных интересностях последних месяцев мира Миракулос. Хоть мы и чувствуем затишье до шестого сезона и просто ближайшего контента от Леди Баг, ещё как Адрина до дружеских колец с Маринетт, но Лайер Миракулос, типа я, приготовил вам инфоповоды по поводу этого же шестого сезона, что там со спецэпизодами и какие нереальные сюжеты нас могут ожидать, и просто вторая часть лучшего проекта 2023 года по мнению Джерри Мизага. Ну а мы начинаем. Начнём с самого главного для всего фандома Леди Баг. Как многие знают, премьера нового сезона, а по совместительству и новой арке истории Леди Бага Супер Кот, запланирована на конец 2024 года, поэтому если не будет сливов, что очень маловероятно. Ближайшие достойные новости об этом событии мы услышим не раньше лета этого года, однако небольшая информация потихоньку просачивается в сеть. Итак, мы узнали чуть больше о том, что это за интересное видео выложил ещё давным-давно Джерри Мизаг. Это захват рабочего процесса из программы Unreal Engine. Так мы в реальном времени могли прогуляться по Парижу из шестого сезона, и краем в глаз оценить обновлённый образ Маринет. Но как это видео было опубликовано, я задался вопросом, почему именно эта программа? Ведь данный софт никогда не использовался в анимационной индустрии, как основная программа для создания анимации и всей картинки проекта. Именно поэтому создатели нового сезона, в недавнем интервью Variety рассказали, что используют игровую платформу Unreal Engine именно для создания визуальных эффектов. Это нам говорит о неполной переработке визуала Леди Баг. Он как создавался в программе Майя, так и будет там создаваться. Но то, что спецэффекты страдают во всём проекте, это факт. И импорт отличной работы с Unreal Engine придаст новому шестому и последующему сезону Леди Баг больше динамики и эпичности. Ура, бюджет наконец-то стал использоваться по назначению. Кстати, по назначению нужно использовать ещё и телеграм-каналы, чтобы всегда узнавать новую жарку и свежую информацию о вселенной Miraculous. И в этом вам всегда поможет Нуар Шоу. Временем проверенный телеграм-канал, все свежие новости и всё самое по Леди Баг именно здесь. Не пропускайте трейлеры спешлов из шестого сезона и просто интересные по Miraculous Леди Баг в телеграм-канале Нуар Шоу по ссылочке в описании. Ну ладно, пускай авторы спокойно делают новый шедевральный шестой и седьмой сезон Леди Баг, но неужели мы останемся без контента ещё около 10 месяцев? Благо, что нет. То самое издание Верати заявляет, что в настоящий момент, помимо работы над шестым и седьмым сезоном, в производстве находятся ещё аж два новых спецэпизода. Но какие? Увы, пока информация утаивается от нас. Известно то, что это не спешл под названием «Конец Леди Баг». Такого спешла в целом не существует, и это фейк на фейке, как и вся якобы информация о нём. Но мы можем предположить, о каких идеях может идти речь. Возможно, что авторы готовят там один или два давних анонсированных спешлов. Первой на очереди было приключение Леди Баг в Лондоне вместе с новой героиней Мисс Роуз. О данной задумке авторы поделились на давнем бразильском Комиконе. Спецэпизод задумывался как чёрный в красных горошек детектив. Основным новым персонажем должна была стать так называемая Мисс Роуз и её безымянная сестра. Мисс Роуз должна была стать новой героем вселенной Миракулус, но при этом не обычной новым супергероем с новым талисманом. Она волшебный шпион, живущий в Лондоне. В качестве шпионской одежды она носит белую рубашку Пола с чёрным галстуком под розовой курткой, когда её сестра носит также белую рубашку Пола с чёрным галстуком, но под серо-синей курткой. Что может намекать на антипоту сестёр, что отлично впишется в стилистику сюжета. Основная фишка Роуз – использование таинственного магического объекта. Хоть мы уже не раз видели героев Леди Баг в Суперкот на визите в Лондоне, но интересный сюжет про шпионов, загадок и интересных тайн – это явно что-то новое и невероятно подходящее для новой истории героини Божьей Коровки. Вторая идея, которую озвучивали давным-давно авторы – это Леди Баг в Африке. Абсолютно новая локация для вселенной Леди Баг. И помимо всего, он должен был стать грядущим музыкальным спецэпизодом, что… интересно. И новым героем должна была стать Леди Львица, в будущем сюжете ничего не было известно. Третья же задумка у авторов была та самая родина Трасы Мутасы, Леди Баг в Рио-де-Жанейро, то есть страна родины ненавистного мной Глуба. И, конечно, идея дать возможность посетить Леди Баг в Бразилию появилась после успеха шоу у Бразильской Республики, и новым героем должна была стать Леди Бутерфлай. Неизвестно кто и с какими силами. Важный ещё момент в том, что эти два спецэпизода начнут выходить именно осенью этого года. 7 месяцев без контента Леди Баг – это ужасно. Лайк, если согласен или не согласен. Поэтому в октябре, возможно, нас порадует очень давним и многострадальным хэллоуинским спешлом Леди Баг, который ещё анонсировали 150 лет назад до нашей эры. Информации о спецэпизоде толком нет, но в целом и так понятно, в чём будет изюминка. А также уже давно запланированный спецэпизод-коллапс с другим проектом ЗАГ – Ghost Force. Но, вероятно, одним из двух спешлов будет именно эта идея. Конечно, и многовероятно, спецэпизоды будут с абсолютно новой тематикой, как, допустим, недавняя мультивселенная. Авторы стараются удивлять новым и неожиданным, ну, кроме тебя, спецэпизодами. Так что можете показать в комментариях, что нам могут подарить авторы, или обсудить старые идеи, которые я ранее озвучил. Ещё важно уточнить, что даты выхода регулируются только вещателями, телеканалом или стримингом, и только, когда серия готова. Так что заранее о дате выхода новых спецэпизодов, кроме предполагаемого сезона года, никто не может точно сказать. Возможно, первые трейлеры или кадры нам стоит ожидать на ежегодной конференции ТФО, которая проводится каждое лето. Это является прекрасным временем для анонсов новых проектов франшизы. Ну а теперь невероятные новости от Джереми Зага. И он недавно заявил, что давняя идея создания игрового фильма по Леди Баг в процессе разработки. Это, по сути, фильм Леди Баг только с живыми актёрами. Как вы думаете, нам стоит рассчитывать на кринж и льгодную адаптацию героини в горошек в реальном мире? Как заявляет Заг, у них уже есть манго, есть мультсериал, есть полнометражный анимационный фильм и даже мюзиклы. И чтобы закрыть Гельштайт, требуется Леди Баг в реал ворлд, аж в голливудском стиле. Ну не скажу, что эта фраза прям вселяет надежды, но удачу и успехов ему. А вот что точно вселяет надежды, так это Джереми Заг и его публикации в соцсетях вот такого изображения. Я не Шерлок, но это намёк на вторую часть анимационного фильма Леди Баг. Сиквел шедевра. Это не такая невероятная новость, хотя интересно на фоне кассового провала первой части, но пустим этот момент из-за стриминг-сервиса Нетфликс. Вторая часть ещё летом 2023 года была подтверждена в работу официально. По словам Джереми, начало второй части будет ещё более поразительной, чем конец первой, если всё самое интересное не вырежут как в первой части. Позор и срам. Обязательно посмотрите это моё видео, если не понимаете о чём я. Сценарий второй части уже готов, после второй части планируется и третья часть. Её сценарий сейчас пишут. Но не стоит расстраиваться, дата выхода неизвестна и очень вряд ли будет в ближайшее время, так как Джереми, помимо Леди Баг, занят и работает над фильмом Мелоди, который не относится никак ко вселенной Миракулос. И именно такими новостями нас обогатил Миракулос в мир в последние месяца. Обязательно пишите в комментариях, что вы ожидаете больше всего, а главное почему. А я вот жду счастья. А вы? Не забывайте поддерживать меня своими чудесными лайками и подписками. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.